Красота, друзья. В общем-то, действительно, аккомпанемент практически, в общем-то, и не совсем нужен, но это не в обиде в Аркадию. Конечно, вместе все звучит гораздо еще круче, если так можно сказать по-современному, современным языком. Есть у нас еще звонки, давайте послушаем их. Доброй ночи. Добрый вечер. Доброй ночи. Я хотела бы Лидии Петровне передать. Меня зовут Ирина, я из Сыктывкара, я сама тоже поющий человек, и у меня в родни все были, и мама, и в хоре Пятницкого. И хотела бы очень поблагодарить ее за этот красивый голос, за ее, как говорится, творчество. Всего доброго. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Спасибо. А я в свою очередь хочу спросить вас, как сохранить действительно красивый голос? Вот он, допустим, у вас есть от природы, да? У вас есть от природы. Да. Как вы поддерживаете свое состояние? Очень трудно поддерживать голос, потому что действительно очень много концертов и очень мало отдыха. Самое хорошее средство сохранить голос, это чаще молчать. Меньше говорить. Меньше говорить, это самое хорошее лекарство. Но так вот получается, что очень много поем, и часто бывают проблемы. Недавно у нас Наташа была совсем без голоса, замерзли, ноги замерзли в машине, и совсем была без голоса. Вам, наверное, действительно приходится много на улице петь, и вот бывали случаи, наверное, что... После улицы как раз-таки и пропал голос. Как вы его восстанавливаете? Есть какие-то, наверное, специальные приемы? По-всякому. Баня? Травки всякие, баня, ингаляция, полоскание. Яйца, наверное, пьете или нет? Нет, яйца не помогает. Яйца не помогает. Это уже, наверное, вышло в прошлое. Я знаю, что вы в течение этого времени все равно продолжали репетиции. Да, да, я ходила. Как у вас они прошли? Вы как-то вот такой все-таки такая эпоха маленькая в жизни? Да, и не маленькая, а большая. Вот как бы вот начало всего того, что сейчас у меня, можно сказать, тогда, и вот работа с детьми. Она тоже была очень много связана с песнями, очень много я пела детям. Я вообще очень старалась работать. Работа нравилась, и вот как бы 15 лет прошло. Это не маленький срок, как-то так раз. Я думаю, что вы были одним из любимых воспитателей. Не знаю. До тех пор дети помнят. Лидия Петровна, спойте нам, пожалуйста, перед сном, что ли? Да, до тех пор помнят, да. Когда дети кушали, когда ложились спать на занятия. Если бы все воспитатели сейчас спели, было бы здорово тоже. А мне нравилось, и дети слушали так хорошо. Я не сомневаюсь просто. Есть у нас звонки телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, вы в эфире говорите? Алло. Доброй ночи, мы слушаем вас. Доброй ночи. Очень приятно, что дозвонились до вас впервые. Вот, поэтому хочется поздороваться с Лидией Петровной напрямую. Здравствуйте. Очень рады, впервые. Вот, то, что коми-песня звучит от нее, очень-очень приятно. Большое-большое вам спасибо. Вот, и очень бы хотелось услышать в вашем исполнении песню «Бурбаска» «Мамка долл». Она приходит нам в сердце. Тут, по-моему, еще в прямом эфире кто-то еще хотел услышать. Да. Может быть, вы исполните наши просьбы? Что постараемся? Да. Спасибо за звонок. Сейчас, я знаю, вроде бы еще есть один. Давайте послушаем, а потом споем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Да, я вас очень хорошо слышу. Говорите, пожалуйста. Я просто хочу большую благодарность Лиде Петровне, как бы, за такое исполнение песен, мелодичность и красивый голос. И хотелось бы, конечно, в первую очередь, попросить ее исполнить песню «Ягенбыдмы» за «Мечапожем», так как мои родители из Искуломского района, вот, и эту песню они с бабушкой, с ичинями, они всегда эту песню пели. И вот вспоминается, то есть их уже давно нет, но вот эта песня прям за душу берет. Спасибо. Ну, вот, практически, заявки на песни поступают. Как раз мы готовим такую программу, вот, с такими песнями «Ягенбыдмыс», «Бурбатькадмамкадолам». То есть песни по заявкам даже, можно сказать. Да, такие песни мы сейчас как раз на программу готовим. Да, готовим программу. Ага, здорово. Так что, наверное, в ближайшем будущем вы его услышите на какой-нибудь концертной площадке. На год концерта, да, с песнями именно. А он уже запланирован на какой-то срок, или? Нет, к осени где-то. Ближе к осени, да? Да, ближе к осени. Хорошо, сейчас мы что услышим? А сейчас мы что споем? Весер-можен. А, все зависит от человека, который сидит, вот, приходишь, каком-то, скромно, споян, что сыграет Аркадий. Что сыграет Аркадий, там мы споем. Хорошо, давайте перейдем к песне. А, все зависит от человека, который сидит, вот, приходишь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok